Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы, все акции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов, на которые стоит обратить внимание. Преимущественно основные данные это все-таки конец недели. Мы ждем, прежде всего, данных по индексу потребительских цен. Это отчет по инфляции в США и ранее, месяц назад, напоминаю, именно этот релиз стал основной причиной серьезных движений по курсу американской валюты. В этот раз ситуация, ну как минимум, повторится, друзья, потому что отчет по инфляции и вообще само инфляционное давление это один из основных индикаторов будущих решений по коррекции денежно-кредитной политики американского регулятора. Ну и, конечно же, на этой неделе еще и заседание Европейского центрального банка. Это тоже событие четверга. Поэтому рынок, безусловно, будет ждать этих макроэкономических отчетов, копить силы. Возможно, движения до четверга у нас не будут настолько интенсивными, как хотелось бы спекулянтам, но, друзья, нужно использовать это время, чтобы как следует подсобраться, подготовиться к взрывному четвергу. Нужно проработать все сценарии, с которыми вы будете работать и, конечно же, определиться для себя, как вы будете действовать по факту этих событий. Будете ли вы покупать евро, будете ли вы продавать евро, что вы будете делать с долларом. Все это, друзья, решение. Об этом нужно принимать уже сейчас. И я, со своей стороны, стараюсь донести до вас максимум информации, дать ее вам, чтобы вы ее правильно использовали и на основании этого приняли торговое решение. Сегодня на повестке экономического календаря по еврозоне несколько релизов. 12.00 – это темп экономического роста, но это оценка за первый квартал. Поэтому я думаю, что евро проигнорирует этот отчет, но она неинтересна. Мы прекрасно знаем, насколько экономика выросла в годовом выражении, в квартальном. И это уже окончательная оценка, которая не будет меняться. Далее, поинтереснее. Индекс бизнес-оптимизма ЗЮ, который, в принципе, позволяет нам оценить общее состояние, общее настроение всей бизнес-элиты европейского локомотива, то есть экономики Германии. По прогнозу цифры будут хорошие, 85,3, других, в принципе, и быть не может, учитывая, насколько активно рос производственный сектор в последние два месяца. Поэтому вот статистика ЗЮ, она может вдохновить трейдеров сегодня на локальные покупки евро и может стать еще одним аргументом для руководства Европейского центрального банка, для Кристин Лагард, которая даст конференцию в четверг, чтобы улучшить прогнозы по росту европейской экономики, объяснить это улучшение тем, что реально растут секторы услуг, производственный сектор и, может быть, пролить свет, друзья, на планы касательно корректив европейской денежно-кредитной политики. Мы будем искать как можно больше ответов на вопросы того, что произойдет с европейской монетарной политикой вот в последующих торговых сессиях, если что-то прям суперинтересное будет, я вам, друзья, расскажу. Но предварительно я думаю, что европейская валюта, которая сейчас котируется на отметке 1.2177, продолжит свое локальное восстановление. Вчера вышел индекс настроений инвесторов Centix, который оказался на многомесячных максимумах, 28.1, рост 21, четвертый месяц подряд, кстати, индекс нарастет. В четверг прогнозы экономического роста будут улучшены, но я практически уверен, что никаких изменений не произойдет ни с ставками, но, разумеется, ставки сейчас трогать не будут, и с программой количественного смягчения. Причем Европейский центральный банк вряд ли позволит себе даже намекнуть на то, что в планах будущих есть вот эти коррективы. Самое главное сейчас просто плыть по течению европейской экономики, не торопиться с судьбоносными решениями, потому что если сейчас будут ужесточены денежно-кредитные условия, это может подорвать то восстановление, которое вот сложилось и происходит, наблюдается в европейской экономике не так уж и долго, друзья, всего лишь пару кварталов. И нужно брать пример с Федрезерва, который отбросил эти изменения денежно-кредитной политики до следующего года, поэтому для еврозоны, для Европейского центрального банка, это так заочный мой комментарий, что первые изменения тоже, скорее всего, если произойдут в денежно-кредитной политике, в монетарном курсе, то только в 2022 году. До этих пор смело полагаемся на то, что у нас есть с курсом американской валюты, и работаем с долларом, параллельно ставя на восстановление риска, потому что по доллару ставка прежняя, снижение. Индекс американской валюты 90.05, сейчас доходности трежери снижаются, и это давит на курс доллара. По данным с американского рынка труда, 559 тысяч новых рабочих мест, это, друзья, мало. То есть при таких темпах, при сохранении темпов, что американская экономика ежемесячно будет создавать полмиллиона рабочих мест, ну давайте округлим, скажем, 600 тысяч новых рабочих мест, чтобы общее число рабочих мест вернулось к тем уровням, которые мы наблюдали в 2019 году, понадобится создать 7,5 миллионов рабочих мест. То есть на это потребуется год. То есть накидываем этот год к текущему периоду календарному году, и получается, что изменения денежно-кредитной политики возможны только лишь в 2022 году, потому что только в 2022 году ФРС и американские власти смогут в лучшем случае решить проблему с занятостью. Я в связи с этим, друзья, пока что смело ставлю на дальнейшее ослабление курса доллара и вам рекомендую. Золото, прогноз не меняется, 1895, сейчас замачиваю, конечно же, купить золото прямо с текущих уровней, но я смотрю на рыночное настроение. Как только изменится и перекос будет в сторону, большей части продавцов, то есть большая часть трейдеров поставят на снижение актива, вот тогда вкупе с фундаментом будут условия для покупки золота. Пока их нет. Доллар канадец 1,2087. Ждем завтрашнее решение Банка Канады по ставке и программе количественного смягчения. Я очень рассчитываю на то, что, друзья, риторика канадского регулятора поможет нам добраться до цели 1,20. Американский фондовый рынок, как я и говорил, мы на исторических максимумах 4227 пунктов по S&P. Ну, чуть-чуть, там, несколько пунктов не хватает. Прежний рекорд 4237, но 10 пунктов для S&P это движение буквально нескольких минут потенциально. Я снова обращаю ваше внимание на динамику европейского рынка, который я давным-давно купил и много раз вам говорил, что европейский фондовый рынок интересней американского. Евростокса 4,096 пунктов, сейчас моя цель 4,500 пунктов стоит очень высоко, но я уверен, что еврозон, это новый финансовый эпицентр, станет полноценно лидером по притоку капитала после того, как удастся решить проблему с ковидом. Фонд против доллара 1,4158, тоже здесь без изменений, ждем вверх. Но единственный риск это удастся ли все-таки реализовать план по выходу из полного локдауна английским властям из-за нового штамма. Я не хочу негативить, друзья, очень рассчитываю на то, что удастся. 21 июня это потенциальная отсечка и возможность дополнительного серьезного прироста по курсу британца. Цели озвучены, макроэкономические события основные, которые мы ждем, это события ближайших дней, четверг, супер четверг, к нему подберемся и еще раз все обсудим, друзья. А пока работаем по тренду и с тем, что есть в плане локальной макроэкономической статистики. Всем спасибо за внимание и хорошего дня! Продолжение следует...